Уважаемые коллеги, мы начинаем пресс-конференцию Министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Уважаемые дамы и господа, прежде всего хотел бы выразить признательность Генеральному секретарю Совета Европы Турмьорну Ягланду и австрийскому председательству за усилия по подготовке сегодняшнего заседания Комитета министров. Тема, которую вынесли на дискуссию, была сформулирована как ценности Совета Европы и стабильность в Европе, современные вызовы. Мы обсудили ситуацию на континенте, который переживает весьма и весьма непростой период. Не в последнюю очередь это связано с тем, что накопилось множество проблем в связи с неготовностью наших западных партнеров в течение многих-многих лет на практике реализовывать провозглашенный когда-то принцип неделимости безопасности, когда никто не обеспечивает свою безопасность за счет безопасности других. И, к сожалению, сегодня вместо того, чтобы заняться совместной работой по исправлению этого неприятного положения, проблемы продолжают нагромождаться. Прежде всего, конечно, из-за кризиса на Украине звучали из уст некоторых членов Совета Европы, далеко не всех, но звучали опять угрозы, обвинения в адрес России. Но отмечаю, что все-таки большинство участников дискуссии выступало за нахождение компромиссных развязок, руководствуясь прежде всего не чьими-то геополитическими амбициями, а интересами украинского народа. И мы убеждены, что выход из нынешнего кризиса на Украине есть. Он может быть найден исключительно на основе общенационального диалога, в том числе в контексте конституционной реформы, диалога, в котором полноценно будет звучать голос и Юга, и Восток, и в целом каждого региона Украины. Мы подтвердили нашу готовность работать в пользу организации такого диалога. У нас есть хорошие основы, это и соглашение 21 февраля, и женевское заявление от 17 апреля, их надо выполнять. И делать это могут только сами украинцы. И заниматься нужно сегодня не попытками легитимизировать власти в Киеве и представить протестующих на юге и на востоке как сепаратистов и террористов, а заниматься нужно сведением всех украинцев за стол переговоров. Я провел здесь несколько двусторонних встреч, в том числе с генеральным секретарем Совета Европы, с действующим председателем ОБСЕ, президентом Швейцарии Дьебургхальтером. Мы ценим те усилия, которые предпринимают ОБСЕ и Совет Европы для того, чтобы помочь создать необходимые условия для перехода к практическим шагам по началу переговоров о будущем Украины между самими украинцами. При том, что внешние игроки, будь то Соединенные Штаты, да будь то Евросоюз или Россия, должны максимально способствовать началу такого разговора. За украинцев никто их проблемы не решит. Вот, наверное, то, что я могу сказать вначале. Добавлю только, что мы и в целом призвали Совет Европы не ослаблять внимание к проблемам возрождения на континенте неонацистской идеологии, не только идеологии, еще и практики, и события на Украине, трагедия Одессы, тому жуткое подтверждение, призвали не обходить молчанием проблемы национальных меньшинств, позорную проблему безгражданства, которые сохраняются в Европе в 21 веке. И в целом, те задачи, которые стоят перед этой уважаемой организацией, должны выполняться по всем направлениям. Это и верховенство закона, и демократии, и права человека, но и многое другое, включая сотрудничество между молодежью, сотрудничество в социальной сфере, в экономической сфере. Совет Европы – это очень перспективная организация, это единственная общеевропейская организация, которая опирается на силу универсальных общеевропейских конвенций, которые накладывают на государство юридические обязательства. И именно такой подход обеспечивается за счет равноправия всех государств, входящих в Совет Европы, и такой подход должен применяться и далее, чтобы в Европе не появлялись новые разделительные линии. Спасибо, готов ответить на ваши вопросы. Микрофон можно? Микрофон можно? Что Женева, что? Провалилось. Нет, вы знаете, ничто не провалилось, есть попытки последовательно лишить смысла те договоренности, которые на протяжении последних месяцев вырабатывались. Я упоминал о соглашении 21 февраля, по нашему глубокому убеждению его нужно уважать. Есть и женевское заявление от 17 апреля, и то, что киевские власти сразу после переворота с такой легкостью заявили, что соглашение 21 февраля уже не имеет силы, нас настораживает, а некоторые европейские политики их в этом поддержали. Сейчас, правда, начинает возвращаться более здравое отношение к ситуации. Уже многие говорят, что целый ряд положений тех договоренностей, которые были достигнуты 21 февраля, обязательно нужно выполнять. Но почему, например, не выполнять договоренность о разоружении незаконных формирований, об амнистии всех, кто участвовал в политических протестах? Это те вещи, которые подтверждены были и в женевском заявлении от 17 апреля. Что касается дальнейших международных форматов по содействию урегулирования украинского кризиса, то мы сегодня будем встречаться с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером буквально сразу после нашей с вами пресс-конференции. Завтра в Москве будет действующий председатель ОБСЕ, президент Швейцарии, Дидье Буркальтер, мы будем обсуждать, как можно помочь начать общенациональный диалог. Потому что то, что могло сделать мировое сообщество, выражаясь модным термином, а именно согласовать рамки, в которых мы видим выход из украинского кризиса, мы уже сделали. Это прежде всего заявление от 17 апреля. Опять собираться в таком же формате, когда оппозиция нынешнему режиму на Украине отсутствует за столом переговоров, ну едва ли это что-то добавит. Можно, конечно, но мы будем ходить по кругу и будем опять говорить о том, что нужно все выполнять, о чем договорились. А выполнять должны украинцы. И режим, и те, кто ему противостоит. Потому что им жить в одной стране. И они обязаны на взаимоуважительной, равноправной основе согласовывать практические шаги по выполнению того же самого Женевского заявления. Оно начинается словами «не должно быть никакого насилия». Как это сделать? Наверное, нужно отвести армию, отменить приказ использовать армию против народа. Кстати, я вам могу процитировать, специально взял сегодня с собой выписку. В разгар событий на Майдане генеральный секретарь НАТО и министры обороны Североатлантического альянса заявляли о недопустимости вмешательства вооруженных сил Украины в политический процесс и настаивали на том, что армия должна быть нейтральной. Это было в феврале. Я поинтересовался сегодня у наших коллег из стран НАТО, могут ли сегодня государство альянса и генеральный секретарь альянса подтвердить тот же самый призыв – не использовать армию, не вмешивать армию в политический процесс и не допускать, чтобы армия нарушала свой нейтралитет внутри собственной страны. Вот с этого, наверное, придется начинать в любом случае. Но те, кто протестуют против власти на юге и на востоке, они хотят того, чтобы их услышали и чтобы они получили равный полноценный голос в определении судьбы своей страны. Вот для того, чтобы это произошло, нужно деэскалировать насилие. И здесь потребуется согласование последовательности шагов, кто из противоборствующих сторон должен что и в какой временной период сделать. А миссию ОБСЕ может за этим наблюдать. Вот мы об этом сегодня говорили. И еще раз подчеркну, можно собраться опять в том же формате, который одобрил Женевское заявление от 17 апреля, но без полноценного участия Юга и Востока мы не продвинемся в практическом плане с точки зрения реализации этого заявления. Агентство Bloomberg, пожалуйста. Добрый день. Ольга Данас, агентство Bloomberg. Сергей Викторович, скажите, пожалуйста, в мае на Украине ожидаются три события. Это выборы президента 25 мая, но до этого еще 11 мая запланированы референдумы в Донецке и Луганске. Какие из этих событий Россия может признать легитимными и каковы будут критерии вот этой вот оценки? Спасибо. Критерии любых процессов, связанных с волеизъявлением, они, наверное, всем известны. Выборы, референдумы должны быть свободными, справедливыми, должны проходить в обстановке, которая исключает насилие и под объективным, беспристрастным международным мониторингом. Вот в зависимости от того, как эти критерии будут соблюдены, мы и будем определять свое отношение к тем событиям, о которых вы упомянули. Между прочим, проводить выборы в ситуации, когда армия используется против, в общем-то, части населения, ну, достаточно необычно. Это все-таки не Афганистан, где идет война и, тем не менее, состоялись выборы. И насчет 25 мая будем смотреть, как закончится эта процедура, но обращаю внимание на одну вещь, которую как-то не упоминают в аналитических размышлениях о происходящем. Предстоят выборы президента, как объявили киевские руководители. Но одновременно не завершен процесс конституционной реформы, и он не завершится до 25 мая. Варятся какие-то поправки в комитете, созданном Верховной Радой. Никто их, в общем-то, не видел за пределами украинского парламента. Обещают постоянно их придать гласность, начать какой-то диалог, обсуждать эту конституцию с новыми поправками. Пока этого не произошло. Но при всех обстоятельствах все исходят из того, что конституция будет приниматься после назначенных на 25 мая Верховной Радой президентских выборов. То есть, голосуя за того или иного кандидата в президенты, избиратели не будут знать, каким объемом полномочий этот человек будет обладать в случае избрания. Потому что конституция, и об этом открыто говорится, будет перераспределять полномочия между президентом и парламентом. Поэтому такая достаточно специфическая ситуация сложилась и гораздо логичнее и справедливее был тот порядок действий, который изложен в соглашении от 21 февраля. Осенью новая конституция, до конца года выборы. Но повторю, критерии я упомянул. Будем исходить из них при оценке того, что произойдет. ИМЕДИ, пожалуйста. Я представлял телеканал ИМЕДИ Грузия. Был представлен доклад генерального секретаря Совета Европы по ситуации в Грузии, в том числе в Циканвальском регионе Абхазии. Там речь идет о деструктивных действиях Российской Федерации, в том числе в задержаниях, на так называемых границах укреплений у этих административных границ и так далее. И еще в контексте, как вы оцениваете этот доклад? И в контексте ситуации в Украине я хочу спросить, стоит ли ожидать осложнения дальнейшего отношения Москвы и Тмилиси после подписания договора об ассоциации в июне этого года с ЕС? Спасибо. Что касается доклада, о котором вы упомянули, мы не поддерживаем слепо на 100% все, что делает Совет Европы и его секретарят. У каждой страны есть нюансы в своих подходах. Для нас ситуация в Грузии не безразлична. Мы хотим, чтобы Грузия была стабильным государством, чтобы народ жил хорошо. Но это не означает, что Абхазия и Южную Осетию мы рассматриваем в контексте ситуации в Грузии. Это наши соседи, независимые государства. Мы их признали в качестве таковых. Это реальность. И мы очень рассчитываем, что те контакты, которые между нами и грузинскими коллегами осуществляются, они позволят более спокойно и здраво смотреть на эту новую реальность. Что касается... Второй вопрос. А. Вы знаете, если вы спрашиваете, не ждет ли Грузию такой же кризис, который разразился на Украине после того, как легитимный президент в полной мере действуя в рамках своих конституционных полномочий решил не отменить, а отложить подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом, то я здесь, честно говоря, не вижу причин, по которым этот вопрос нужно адресовать России. Вы, наверное, следили за тем, как развивались события. Реакция Евросоюза на, еще раз повторяю, абсолютно легитимное решение действующего президента Украины отложить подписание соглашений была близкой к истерике, тут же была организована поддержка народных протестов, которые быстро оседлали радикалы, прелась кровь, насилие против полиции, против мирных граждан. Я не понял до сих пор, чем такая абсолютно несоразмерная реакция Евросоюза и поддержавших их Соединенных Штатов была вызвана. Если только не исходить из одного простого предположения, что Евросоюз решил раз и навсегда оторвать Украину от России, заставить Украину сделать искусственный выбор, который не раз даже публично формулировался, что Киев должен решить, с кем он, с Западом или с Россией, и подобного рода поведения в современной Европе просто неприемлемо. Что из этого получилось, вы наблюдаете. У нас не было никаких намерений, никаких замыслов что-то устраивает на Украине, наоборот, мы призывали всех прекратить вмешиваться во внутренние дела Украины. Так что мой совет, поинтересуйтесь у Евросоюза, у Соединенных Штатов, нет ли у них каких-то планов на случай, если грузинское руководство не сделает то, чего от него ожидают. Я не хочу звучать невежливо, но на самом деле адресат именно там в отношении такого вопроса. Мы не занимаемся сменой режимов, мы не занимаемся организацией цветных революций, тем более с коричневым оттенком, как на Украине. Да, и завершающий вопрос, пожалуйста, ОРФ. Вот сюда микрофон, the mic is there. Thank you. Andreas Pfeiffer, Austrian Television. Minister Lavrov, as the whole world is talking about signs of de-escalation, I wonder what kind of de-escalation could Russia offer, could you offer? Maybe by starting direct negotiations with your ukrainian counterpart. Вы знаете, я только что отвечал на этот вопрос, мы не уходим от контактов с украинскими коллегами, и одним из результатов таких контактов было Женевское заявление от 17 апреля. Принципы, которые там изложены, должны воплощаться в практические дела украинских сторон. Когда говорят, что Россия не выполнила ничего из того, что заложено в Женевском заявлении, я сразу переспрашиваю у моих собеседников, подскажите, пожалуйста, конкретно, что вы хотите от нас увидеть, какие действия вы ожидаете, какие действия вы ожидаете от России. Ну и кроме того, чтобы мы отвели войска от украинской границы, я ничего не слышу. Про эти войска мы уже тысячу раз давали объяснение, посещали в места расположения этих войск в районе их учений многочисленные инспекции по линии ОБСЕ, происходили облеты самолетами в рамках договора об открытом небе. Буквально на днях новую инспекцию запросили наши партнеры. Нам скрывать нечего, и наша армия находится на своей территории и занимается деятельностью, которая никем не запрещена, которая не нарушает никаких правовых и моральных принципов, и которая вписана в рамки международных договоренностей. Кстати, все эти инспекции, которые посещали район учений, не смогли сделать вывода о том, что мы занимаемся опасной военной деятельностью. Что касается деэскалации, то я уже сказал, что первым и очевидным шагом должна стать отмена приказа использовать армию для подавления протестов и национальную гвардию. Я цитировал вам заявления министров обороны НАТО, которые в феврале этого года требовали не допускать вмешательства армии в политический процесс и требовали, чтобы армия соблюдала нейтралитет. Это было, когда полноценно действующим президентом был Виктор Янукович. Сейчас же мы слышим, в том числе из руководства Евросоюза, заявление о том, что украинское руководство имеет полное право использовать армию для проведения контртеррористической так называемой операции, и что это все оправдано, потому что государство имеет монополию на применение силы. Два абсолютно противоположных заявления. И в случае, когда армия имеет приказ воевать с народом, я думаю, что очевидным шагом, который должен начать деэскалацию, является отмена такого приказа. Спасибо большое. Спасибо большое. Мы уже давали наши оценки. В Украине назревали противоречия, но то, что эти противоречия были активно использованы нашими западными партнерами и в Евросоюзе, и в Соединенных Штатах для того, чтобы продвигать свою одностороннюю повестку дня, свои односторонние интересы, забывая об интересах всего украинского народа, для нас это очевидно. Мы этого не скрываем. Мы честно об этом разговариваем, в том числе и с нашими американскими и европейскими коллегами, они утверждают, что это не так. Но если это не так, то тогда все возможно. Тогда давайте все-таки не будем разрывать Украину между Востоком и Западом, а свои усилия объединим и поможем начать тот диалог, который приведет к согласованию практических шагов по выполнению всех соглашений и заявлений, но практические шаги могут предпринимать только сами украинцы, если их не будут удерживать от сотрудничества друг с другом. А, к сожалению, пока наши западные партнеры еще не созрели для того, чтобы согласиться на равноправное участие в национальном диалоге Юго-Востока Украины. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.